всем привет вы на канале industrial tool и как вы поняли по названию сегодня у нас обзор на аккумуляторную газонокосилку от компании пит но прежде чем мы посмотрим газонокосилку разберем его увидим что там внутри давайте поговорим про аккумуляторы про то почему ее купил короче погнали ну и давайте пока я буду распаковывать немного поговорим про газонокосилки триммеры короче кто подписан на мой канал давно тот знает что у меня есть аккумуляторный триммер от компании makita которым я постоянно кашу принципе один и тот же участок помимо того что в деревню там езжу но у себя на участке у меня есть такая территория которую я приходится постоянно косить и эта территория каждый год чуть-чуть увеличивается потому что огород засаживаю все меньше и меньше и мне в комментариях однажды не открывается мне в комментариях написали отчеты не купишь себе газонокосилку чё ты паришься с этими триммерами я вам честно скажу я очень давно мечтал о газонокосилке очень давно мечтал но всякие финансовые трудности жена говорит не нужна тебе газонокосилка у нас нет газона и кстати это тоже одна из причин во первых у меня неровный участок газонокосилка не предназначена для неровных участков он кажется вроде ровный на самом деле там есть всякие бугры и прочее во вторых это не газон не газонная трава для того чтобы косить газонокосилкой почему нужна именно газонная трава если вы будете косить обычный бурьян одуванчики там и прочее они слишком сочные и когда газонокосилка начинает поднимать эту траву срезанную она получается налипает на вот это корыто на траву и очень многие не вовремя очищают это ножу становится крутиться как сказать затруднительно начинает вращаться нож а во многих случаях и останавливается а некоторые вообще после покоса не чистят свою газонокосилку сколько раз в ремонт приносили там просто сухая такая уже засохшая твердая кирпич трава и это как бы неправильный подход поэтому газонокосилки распространены у нас в америке в европе за рубежом где посажен газон сейчас многие начать начинают на своих участках сажать газон но это очень дорогое удовольствие иметь газон его нужно постоянно поливать следить за ним удобрять до сеивать утязки короче дело это муторная но я все же решил попробовать сначала скосим мы мой участок такой он есть посмотрим потом я скорее всего буду подготавливать участок под газон перепашу все выровняю и возможно даже засажу газоном труси увидите сложно вытаскивается короче вы обратили внимание аккумуляторы поставляются в таких интересных коробочках связано это скорее всего но это мое мнение с требованием от перевозчиков многие перевозчики сейчас повышенные требования безопасности особенно если перевозка идет самолетами чтобы все это было закрыто никуда не могла попасть влага металлические предметы поэтому сделали вот такие красивые коробочки ну вот таким образом выглядят наши аккумуляторы это пятерочка здесь имеется индикатор заряда бить они заряжены наполовину также внизу на аккумуляторах имеется серийный номер вот если мы почитаем инструкцию неважно какая инструкция будет от самой газонокосилки или от зарядного устройства либо от аккумулятора здесь есть такая картинка где указано как расшифровывать серийный номер первые пять цифр это будет код продукта вторые следующие две цифры это год и еще следующие две цифры это месяц и получается у нас отчитываем отсюда 5 раз два три 4 5 23 год 7 месяц это тоже 23 год 7 месяц и недавно компания пить сделала у себя в телеграме своем сообществе пост что на аккумуляторы у них идет гарантия целый год что очень приятно модель аккумулятора это чтобы вы понимали пи-пи-эйдж 20-5050 означает что они 5 амперные и это серия как я уже говорил one power xx сразу достал из коробки газонокосилки инструкцию здесь есть такой буклетик если мы внимательно на него посмотрим то в серии one power уже 40 плюс инструментов и так господа как сказать это очень круто когда ты можешь вот данный момент мы купили два аккумулятора и больше нам докупать не нужно можно теперь покупать тушки шуруповерты перфораторы дисковые пилы здесь есть очень много лобзики краскопульты фонарики вентиляторы опрыскиватель даже есть то есть у ребят линейка расширяется как в сторону инструмента для всяких различных работ так и в сторону садовой техники это очень круто когда и садовка инструмент на одних аккумуляторах это как бы так сказать правильный выбор зарядка у нас идет 65 ватт модель печь 20-2 и 4 ампера ну 24 2 и 5 выход по характеристикам здесь указан 2 и 5 ампера ну давайте разберем много кто я уже выкладывал в свой telegram канал небольшой ролик про эти аккумуляторы и многие просили разобрать посмотреть какие же тут ячейки как я понимаю это вообще новые аккумуляторы которые появились вот только они завезли в прошлом году кстати в инструкции аккумулятором я не помню либо к аккумулятором либо к зарядке указано что когда аккумулятор находится на зарядной станции то нельзя нажимать вот эту клавишу почему непонятно прямо написано внимание не нажимать поэтому лучше соблюдать это условие все открутили 4 самореза и вскрываем внутри кнопочка здесь пружинка да кстати вот некоторые в комментариях мне написали что когда сверху имеется разъем он обычную зарядочку то это как бы выглядит непрофессионально ну не знаю мне как не парит разъем это наоборот все лучше если у вас есть другая зарядка иногда можно и воспользоваться ей но лучше конечно пользоваться и тех пяти штырьковой потому что чтобы происходило балансировка давайте теперь извлечем весь аккумулятор отсюда но аккумуляторы здесь sunpower sunpower литий-ион цел 3 7 вольта и nr 18 650 2500 в паре получается два ряда 5 ампер ну вот принципе и давайте разберем зарядное устройство зарядное получается клеммы идут через шлейф и припаяли на саму плату вот такая плата каких-то интересных надписей я здесь особо не вижу кому что-то кто разбирается напишите в комментариях ну я покажу крупным планом обратил еще такое внимание почему-то на зарядном устройстве здесь видите сделано такой ступенька специально вот при вот этой части но она не защелкивается она получается просто опустилась батарея и вот этот крючок ему просто здесь не за что цепляться почему они так сделали то есть мы поставили батарейку если так держать видите она а здесь не крепится так сказать не защелкивается это на мой взгляд минус она должна защелкиваться а потом чтобы ее снять мы должны нажать кнопку она для этого крюк и сделано здесь но на зарядке почему-то это нет этого исполнения ну ладно давайте включим зарядное устройство в розетку при подключении зарядного устройства все питания загорается зеленый индикатор в инструкции самой от зарядного устройства есть целая табличка которая показывает вот здесь какие индикаторы в какой момент светятся ожидание светится зеленый значит зарядка включена потом идет зарядка либо малым током либо зарядка быстрым током если медленно мигает зеленым это малые токи я так понимаю если быстро мигает то идет полная зарядка на максимум максимальные токи если просто батарея при установленной батареи также будет гореть зеленый индикатор значит батарея заряжена если же будет мигать красным это перегрев а если будет красным светиться то это значит неисправность отключаем ну вот пошла зарядка какой здесь ток ну вряд ли здесь будет быстро этом сама по себе медленная зарядка может она вообще тоже ограничивает как-то там заряда еще меньше но вряд ли то же самое происходит пока я заряжать их не буду ну что с аккумуляторами разобрались и давайте перейдем к самой газонокосилки модель это плем 20 и тире 380 а бесщеточный мотор аккумуляторная газонокосилка система 20 вольт ван павер оборотов здесь 2 900 3 400 ширина кошения 380 миллиметров и высота скашивания травы от 25 до 75 миллиметров стоит labor professional но в инструкции написано что газонокосилка не предназначена для профессиональной работы это для домашней для домашних сад приусадебных участков и дач ну а здесь указано где газонокосилка сделано и сделано в китае давайте скрывать ну при вскрытие коробки мы здесь встречаем пакетик пакетик пакетики уложим аксессуары для ну это от ручки все потому что ручка сложена отдельно это ручка от травосборника сверху лежит травосборник в инструкции кстати написано что вот эта нижняя часть сама сетка снимается но в данный момент она здесь прикручена вверх травосборника сделан из пластика нижняя часть мягкого такого жесткий но при этом гибкий материал и все остальные части сделаны из сеточки и указано что это пит но ручка это вот отсюда кстати не просто сюда эту ручку прицепить скажу я вам по все ручка деле и также здесь на травосборнике имеется как это назвать контроль заполнение мешка как только эта штука перестанет подниматься вверх от ветра который создается ножом значит травосборник полный и нужно его освободить далее здесь есть вот такая ручка металлическая и получается сама газонокосилка еще одну ручку не присоединена и сама газонокосилка вот таким образом выглядит газонокосилка имеется регулировка кошения причем все это делается легко одной рукой что очень удобно как у современных косилок давайте посмотрим снизу снизу установлен вот такой нож нож вот в этих местах острый на самой газонокосилке здесь указано напряжение питания 40 вольт и ширина скашивания 380 миллиметров при этом хочу обратить внимание что если мы будем косить по над стенкой колеса у данной газонокосилки не выпирают что очень хорошо на передней части имеется вот такой так называемый капот под капотом отсек для подсоединения двух аккумуляторов и здесь же привязана чтобы не потеряться вот такой пластиковый ключ это защита без которой даже при вставленных аккумуляторах мы не включим газонокосилку для чего это сделано это безопасность от детей плюс если вы собираетесь сами что-то посмотреть перевернуть газонокосилку посмотреть состояние ножа видите вы можете взяться вот так рукой а это очень опасно таким образом можно может случайно включиться газонокосилка и просто вы лишитесь пальцев своих плюс сюда не нужно подставлять ноги поэтому любое вмешательство газонокосилку нужно отключать либо снимать аккумуляторы но плюс обязательно снимать защитный ключ давайте попробуем вставить аккумуляторы а здесь как раз в отличие от зарядного устройства видите сделан специальный фазик или как его назвать чтобы аккумулятор не выпадал видите защелкнулась в принципе были сомнения что аккумуляторы будут тяжело вставляться и извлекаться как бывает на некоторых инструментах но здесь вроде бы все все хорошо и ключик здесь кстати вставляется только одной стороной видите есть паз то есть мы его вставить сможем только вот так кстати смотрите я его вставил а вытащить тяжело так не должно быть он видите аж оторвал это как бы не хорошо очень тяжело ключ вытаскивать ну да ладно вставили аккумуляторы и давайте попробуем ее включить чтобы ее включить здесь необходимо на ручке помимо того что просто нажать нажать рычаг газа нужно снять предохранителя здесь есть вот еще такой предохранитель нажимаем таким образом работаем давайте попробую вам показать так конечно самостоятельно делать не нужно это небезопасно под ручкой имеется модель название и серийный номер из расшифровки серии серийного номера как мы помним первые пять цифр это номер модели 1 2 3 4 5 а потом идет 22 12 то есть 22 год 12 месяц это год выпуска газонокосилки кстати на эту газонокосилку в интернете очень мало обзоров есть с одним аккумулятором газонокосилка и она кстати продается сразу в комплекте с аккумулятором таких обзоров много а на два аккумулятора по моему есть только один обзор у евгения здесь у нас указаны предупреждения всячески поднимаем и как мы видим установлена заглушка для мульчирования это конечно большой плюс потому что у других компаний я знаю такая штука продается как аксессуар отдельно здесь же они вставили чтобы ее извлечь здесь на самой ручке есть типа как кнопочка ее нужно нажать и тогда заглушку можно вытащить если вы будете работать с травосборником конечно обязательно эту заглушку нужно снимать вот видите здесь защелка ну и давайте ее разберем здесь тоже винты сделаны под торкс короче откручиваю кстати для шнура здесь есть отдельная такая заглушка снимаем вот эту ручку она будет мешать пробуем снимать так я боюсь что сейчас я здесь отсоединению клеммы что я могу сказать сделано очень удобно то что можно две клеммы отсоединить и отдельно снять крышку крышку вот видите здесь две клеммы внутри мы видим здесь тоже на клеммах шнур вот здесь видите можно снять отдельно причем можно поменять если у нас этот шнур сломался не разбирая газонокосилку здесь специальная заглушка снимается и мы можем поменять кабель и также внутренний кусочек кабеля тоже сделан отдельно на заглушке что как бы круто контроллер здесь тоже отделяется от двигателя тоже сидит тут с помощью клеем и разъемов то есть уровень ремонтопригодности здесь максимальный вот мы отсоединили контроллер вот этот еще снимем берем головку на 14 но нож держать небезопасно он здесь острый если мы будем так держать можно порезать руку поэтому можно взять какую-нибудь отвертку потоньше нужно отвертка вот таким образом зафиксировать и попробовать открутить удобно это делать каким-нибудь гейковертом но в данном случае мы открутили это ключом здесь вот такой болт артикул ножа возможно кстати и от макиты подойдет от какой-нибудь они почти все газонокосилки очень похожи по конструкции друг на друга потому что почти все газонокосилки они делаются может даже на одном заводе для разных производителей кстати вот эта штука держатель ножа жестко сидит на валу ох не снял здесь тоже есть артикул контроллер залит причем такая штука но мягкая царапается только как резинка такие держатели они снимаются ну и обычный стандартный контроллер без щеточного двигателя двигателя двигатель сам крепится на четырех больших винтах это даже не винты а саморезы огромные снимаем вот такой маленький двигатель и небольшой редуктор ну и внутри такое посадочное усиленное мне интересно стало посмотреть как крепится колеса передние и задние что передние что задние здесь стоят какие-то пластиковые втулки то есть это не подшипники стоит шайба шайба и волновая шайба и колесо вот она втулка это наверно второпластовая как бы типа как изнашиваемая запчасть они сделали ее второпластовым разбираем редуктор открутили и снимаем как это мало смазки нижняя шестерня подшипник 608 здесь подшипник 6000 третий рс ну это можно естественно вытащить ну шестерня в смазке она вон все отсюда скатилась и вот такой двигатель имеется артикул артикулы очень похожи по цифрам на бошевские 306 760 109 девятизначные надо сравнить и вот такой маленький движочек ну как сказать маленький не маленький 312 760 101 36 вольт DC вот такой бесщеточный двигатель ну все собираем обратно ну и давайте посмотрим по запчастям сколько стоят запчасти на эту газонокосилку если мы введем в google поиск просто номер модели и слово запчасти сразу же первый попавшийся сайт у нас попался zip for tools вот вот она схемка этой газонокосилки здесь список запчастей и если мы опустимся ниже здесь сразу же можно будет видеть цены и запчасти подшипнички ну и давайте посмотрим что самое главное что может сломаться это двигатель недорогой 1270 рублей это вообще не знаю бесплатно контроллер 1360 ну двигатель у нас может либо сгореть от перегрева либо если мы на камень налетим то могут покосаться вот эти зубья но в принципе в принципе ценник на него нормальный дальше вот и болтик есть 66 рублей если вы потеряете вот эти все шалагушечки для крепления ручки все есть капот если сломается 430 рублей верхняя крышка травосборника есть 790 рублей выходной вал я так понимаю он идет сборе с подшипниками ну и так он нарисован 700 рублей стоит то есть это вторая шестерня если мы здесь посмотрим просто отдельно вала здесь нет я нажимал он сразу выпадает вот таким образом как вам сказать вот если мы шестерни выделим написано нет наличии большое зубчистое колесо но если мы выделяем вал точнее не вал да вал то он сразу идет с подшипниками и с шестерней ну скорее всего он так и идет точно не знаю но цена тоже небольшая колеса есть заглушка вот эта для мульчирования 380 рублей задняя крышка 340 рублей оси на колеса провода ключик есть 192 рубля и даже сам корпус нижний весь самодека 1500 рублей она всего стоит это колодки для аккумулятора 192 рубля короче самое главное у нас что может сломаться это двигатель контроллер вал и корпус редуктора естественно самодека и корпус редуктора нижний корпус редуктора коробка передач называется 480 рублей это халява и 273 другая крышка редуктора то есть ремонтировать его это просто можно сказать бесплатно вообще цены очень доступные ну и два выключателя микрики потом нож 1000 рублей и опора ножа это 430 рублей колесики есть по 450 рублей но остальное все такое что особо-то и не ломается но оно при этом почти все есть да и некоторые запчастей здесь нет наличии но основное основное что нам необходимо все есть поэтому ну что я могу сказать все супер конечно момент меня вот это что оно все пластиковое настораживает но как говорится посмотрим как это дело будет в работе весной весной летом когда пойдет трава пока я ничего не могу вообще ничего не могу сказать про качество пока меня все устраивает скажем так ну вот ребят я ее собрал полная как говорится сборка собрал ручки покажу сейчас как травосборник очень легко вот так снимается закрывается крышка открываем крышку опускаем крышка закрыта все то есть травосборником пользоваться очень легко и теперь хочу посмотреть как же она будет в собранном состоянии так здесь нужно открутить и здесь нужно расслабить может быть чуть-чуть раскрутить шнур зацепился зацепился в собранном состоянии это выглядит вот таким образом и можно ли ее поставить как многие и место она занимать будет почти столько же сколько ни стоит здесь придется закручивать верхние ручки чтобы она не разъезжалась и тогда в принципе она вот так стоит и куда-то еще нужно будет девать травосборник либо она стоит у вас на хранение вот так а травосборник как-нибудь вот так ну вот в принципе и все первые мои впечатления пока положительные покажет как говорится время сейчас зима вы скажете а зачем ты ее купил зимой есть такая русская пословица готовь сани летом а телегу зимой вот я телегу себе приготовил я думаю просто цены летом вырастут в разы просто в разы поэтому лучше было приобрести ее сейчас ну на этом мое видео заканчивается если вам понравилось данное видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте переходить на мой телеграм-канал там будут еще фоточки и еще много всякой информации новостей ссылок на различные товары по очень хорошим ценам всем пока пока